Микс Ньюс Здравствуйте, это программа Разворот. Меня зовут Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеин, гость сегодняшнего Разворота, президент Латвийского баскетбольного союза и бывший начальник госполиции Валдес Воинс. Здравствуйте. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9. Ну вот у вас получается такие две большие сферы деятельности. Мы сосредоточимся сегодня в основном на первой, на баскетболе, но тем не менее, наверное, бывших полицейских не бывает. Как можно сказать, насколько вообще пересекаются сферы деятельности сегодня? Они очень далекие, казалось бы, друг от друга, но бывают какие-то пересечения? Ну, пересечения в том, что я занимаюсь преподаванием, педагогической практикой именно в сфере образования полицейских, потому я, ну, как бы связан с теми людьми, которые сейчас работают в полиции. С правоохранителями. С правоохранителями, да, и поэтому, ну, я как бы ориентируюсь, хотя в том разделе, который, ну, вот мои студенты могут сказать, что, как и какие у них ощущения. Но вот вы были руководителем или менеджером, можно сказать, баскетбольного клуба полиции. Он, кстати, существует по-прежнему? Нет, баскетбольный клуб полиции не существует, его политическая власть, которая пришла на Олимп. Это как-то про которого? Это уже давно-давно, да, но тоже с приставкой «новые», как все новые. Как это обычно у нас бывает. Да, ну, и тогда этот клуб перестал существовать, хотя он успешно играл и на полицейском чемпионате Европы, и представлял Латвию на международных, на всемирных играх полицейских. Занимал места успешного сколько? Ну, четвертые места на чемпионате Европы, и на всемирных играх четвертое место. Я думаю, что это был хороший уровень, но жизнь так сложилась, что, ну, как бы. А что, не будем на этом останавливаться сильно, но что случилось? Финансирование вопрос, или с чем было связано политическое решение? Ну, решили, что такая структура или спортивная структура для полиции, как бы, нет необходимости, да. Ну, как мы знаем, что был и футбольный клуб полиции в свое время, и был футбол, играли не только классический на улице, но и клуб был, наверное, три раза чемпион Латвии по футзалу. Даже в футбол мы играли какой раз на квалификацию на Еврокубках, но жизнь меняется, установки меняются, какие-то приоритеты. Люди, которые пришли, считали, что это нет необходимости, ну, и клуб перестал существовать. Послушайте, ну, уже несколько лет постоянно идет речь, вот, в публичном пространстве о том, что поступающие, вот вы как раз преподаете, поступающая молодежь не соответствует физическим нормативам. И это какая-то уже глобальная проблема. Тут нет какой-то причинно-следственной связи? Ну, я не думаю, что клуб полиции хотя бы... В том числе? В том числе, но я думаю, что здесь проблема немного глубже, да, и это общая тенденция такая, что, может, молодежь не желает или, ну, в многих случаях, может, не имеет достаточной возможности, чтобы себя подготовить. Да, и действительно, эта проблема существует, и для поступления в колледж полиции надо сдавать физические нормативы, которые, ну, многим, многим надо признать, такая препятствия непреодолимая. Ну, вот с чем это связано? Ничего, по сути, не изменилось? Наоборот, спорт стал более популярен, кстати. Ну, трудно мне сказать, но те нормативы, которые есть, это силовые, веносливая группа, ну, она недостаточно. Достаточно, да, даже, ну, по этим, и я не думаю, что нормативы за последние годы ужесточились, наоборот, как бы они, может быть, стали более демократичными, но, тем не менее, очень, ну, процентно, очень большой, большая часть абитуриентов все-таки не справляется с этим. Ну, я думаю, что это начинается уже с физического какого-то воспитания в школе, это еще и родителей, ну, уроки спорта, да, там еще какие-то, ну, может, меньше информационного пространства в воздухе, а больше... Нужно больше пропаганды спорта, вы думаете? Да, ну, наверное, да. Хорошо, ну, если говорить о баскетболе, главная, наверное, самая актуальная сегодня тема, это предстоящий чемпионат Европы женский, и вот этот скандал, который возник у нас в связи с тем, что, как выяснилось, не хватает средств на проведение вот этой части в Риге женского Евробаскета, и даже такие громкие заголовки о том, что под угрозой это проведение, что есть там вероятность того, что мы не сможем провести. Вот, какова ситуация? Там, я так понимаю, переговоры ведутся, то есть какое-то финансирование, если так можно выразиться, выбивается, и вот недавно говорили о том, что финансовый комитет Рижской думы еще 75 тысяч все-таки выделил. Вот, опишите эту ситуацию, как вы видите. Ну, скандал, я бы так, наверное, не назвал это, это, конечно, заголовки появляются всегда очень такие громкие. Ну, в общем, на данный момент я могу смело заверить, что 27 июня я приглашаю всех в арену Рига на открытие чемпионата и первый матч. Ну, конечно, многие сферы, конечно, требуют денег, да, мы знаем, что любая сфера, ни одна, я думаю, не сказала, что достаточного финансирования. Когда мы подавали заявку в 2017 году, Латвия именно подавала, поскольку там нужны не только Баскедонного союза, но и гарантии государства, самоуправления. Ну, была как бы одна ситуация, но за два года немножко выросли расходы в сфере жилья, транспорта и, ну, в каком-то степени и требования Международной Федерации на проведение, они все время возрастают, поскольку они хотят очень качественное все это. Простите, а это не прогнозируемая вот эта сумма? Обычно, когда вот что-то планируется, это учитывается, там, инфляционный момент инфляции и так далее, здесь это не учитывалось? Ну, знаете, ну, очень было трудно в 2017 году, фактически мы констатировали это еще в том году, в 2018, когда провели чемпионат для юношей 18-летней, Дилатвия заняла второе место. И констатировали, что даже уже чемпионат, который для юношей, где требования немножко поспокойнее, будем так говорить, ну, выходят за рамки то, что мы планировали. Да, и в связи с этим, ну, объем финансирования как бы возрос. Конечно, я не могу не согласиться со стороной министерства, да, государственно, те обязательства, которые они приняли в 2017 году, они выполнили. Да, там, закупили лицензию на проведение чемпионата, гарантийные деньги, прочие разные. Я тут никаких не могу, но объективность, объективная ситуация такая, что, ну, дополнительные средства были нужны. В Минобразовании, опять же, простите, довольно четко сказали, что Союз неправильно провел расчеты, просто неправильно рассчитал расходы. Ну, это позиция такая, мы дискутировали на разных форумах и разных уровнях, это, да, кто правильно, кто неправильно. Ну, если в 2017 году можно было заключить, ну, такой обширный договор на гостиничные услуги за 50 евро за сутки для человека, ну, уже 19-й год это 70, да. На вас евро? Ну, примерно так, да, там, и, допустим, если в предыдущий чемпионат команде нужно было только один большой автобус для передвижения, теперь федерация установила правило, что надо большой автобус. ФИБО, вы имеете в виду? Да, ФИБО, да, мини, ну, этот микроавтобус для передвижения, там, ну, разные моменты. Мы спокойно это все отнеслись, и понимание государственной стороны, мы ни с кем так особо не скандалили, не воевали, но мы поехали в ФИБО и решили вопрос, что некоторые завышенные требования к чемпионату, ну, которые были бы, эти критерии, ну, ФИБО согласилась, отдельные позиции снизились. 88 тысяч, да, если я правильно понимаю, удалось снизить? Да, удалось снизить, да. Ну, после каких-то переговоров Рижская дума, которая не отказывалась ни один момент от своих взятых обязательств, они, да, действительно, выделили эти средства, которые были, в общем, в сложности это 100 тысяч евро от Рижского самоуправления, на проведение чемпионата. Я правильно понимаю, что общая сумма необходимая составляла 200, сейчас вы располагаете 160, да? Ну, да, да, мы добавили, мы планировали привлечь сами без спонсоров порядка, наверное, по плану было 40 тысяч, сейчас мы уже заключили договора больше 50 тысяч со спонсорами, да, ну, и так как бы это все, ну, выравнивает, да. Конечно, если бы было совсем критическое, мы даже уже рассматривали направление, ситуацию, что если бы надо, нам было бы делать денежный заим, да, где-то или в Международной Федерации, как было уже, вы знаете, прецедент много лет назад, или внутренний какой-то заим, поскольку у нас уже с 15-го года на счету заморожены определенная сумма денег, которая будет направлена на строительство баскетбольного холла для молодежи. В Риге? В Риге, да, да, это такая эпопея очень... А где он будет строиться, расскажите? Самоуправление нам предоставило в пользование участок земли, это очень такой удачный, около дома спорта Даугова, если вы представляете. На Барна? На Барна, да, там есть школьный дворец для школьников, и за ним есть территория, которая раньше принадлежала там реализованной конфессии, которые хотели там строить школу, потом это не было, этот данный участок теперь решением Думы предоставлен Баскетбольному союзу. Ну, в центре города, можно сказать. Очень хорошо, там есть баскетбольный, это Далгова спорта нам, рядом есть спорткомплекс. Площадка, да. Да, Ридзена есть еще, целый такой комплекс появляется. Ну, главная задача бы этого холла было произвести такой центр со многими площадками, где готовить молодежные сборные. То есть, это не будет домашней площадкой какого-то клуба, например? Нет, нет, это именно для молодежной, потому что в Риге катастрофически не хватает залов, где тренироваться, молодежи. Даже баскетбольных? Просто катастрофически, да. Я понимаю, когда хоккеисты жалуются, баскетболисты. Да, очень, все очень напряженно, и группы, и руководители, которые спортшколу руководят, не дай бог, каким-то группе сказать, что им будет перемещена какая-то тренировка, родители встают в окопы, и очень все это проблематично, действительно не хватает. И там мы хотим концентрировать место, где бы была подготовка молодежных сборных, где было бы качественное обеспечение медицинских услуг. Возможно, что если хватит финансов, там будет, ну, как это теперь говорят, служебная гостиница, или раньше называли это общежитием для команд, которые сделают бы сборы там. Ну, все такое современное, они, конечно, не огромный зал с огромным количеством зрителей, но там предусмотрено определенное количество зрителей на раздвижных трибунах, что если, ну, арена Рига бы как бы за большой, Олимпийский центр слишком мало зрителей помещается, но это грубо посредине. А сроки, сроки воплощения этого проекта? Предварительные, по крайней мере. Ну, пока очень мне трудно ответить, очень… Ну, речь идет о 2000-е. Нету даже предполагаемого. Мы сейчас объявили конкурс на закупку, на проектирование, технический проект, и тогда уже будем говорить о каких-то сроках, поскольку этот проект уже, наверное, три года у нас как-то не движется, не вперед. Ну, в данный момент мы закупку объявили, будут архитекторы работать, будет привязка к местности, уже тогда будем думать о привлечении финансирования, и в том числе частного финансирования, которое готово участвовать. Ну, вот эта вот сумма на проведение Евробаскетожанского, то есть ФИБА, снизила на 88 тысяч, вы получили что-то за Рижской думой, оставшаяся сумма, уже известно, откуда она возьмется? Ну, баскетбольный союз, ну, мы, конечно, все расходы покроем и будем привлекать эти деньги, ну, во многом будет зависеть, насколько будет успешно, ну, я не хотел бы сказать, коммерческая составляющая чемпионата, ну, сколько будет проданы билетов, сколько будут зрителей в арене, на которые будут… Ну, это вы уже, это возвращение денег, а платы… Ну, это все-таки деньги, да, потому что деньги, которые должны уплатить сейчас, по счетам, за все это, ну, деньги, которые будут. Ну, будем думать, да, сейчас все концентрировано именно на подготовку к проведению чемпионата, да, на подготовку сборной, уже, как бы, ясно, главные все параметры, главные все уже… Ну, угроз никаких уже нет. Нет, угроз нет. Небольшой перерыв сейчас и вернемся буквально через несколько минут. Продолжаем у нас сегодня в развороте глава Латвийского баскетбольного союза «Валдес Воинс». Еще немного о финансовых вопросах. У нас спорт, как известно, находится в ведении Министерства образования, и вся эта история с финансированием Евробаскета, насколько я понимаю, возникла изначально из-за расставления приоритетов Минобразования. Я вот заглянул, и получается, что на первом месте при распределении было выступление вот стритболистов 3 на 3, которые успешно последние годы выступают и сейчас продолжают успешно выступать в турнире серии «Челлендж». На третий этап они вышли. Далее, насколько, опять же, я выяснил, следует подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм 2020 года, и только потом вот это вот там Евробаскет, женский и прочие дела. Насколько вот такая расстановка приоритетов вам кажется справедливой и эффективной? Ну, знаете, приоритеты у каждого руководителя или какие-то, ну, могут быть свои, да. Ну, насколько, я думаю, что это не очень связано в данный момент, потому что Евробаскет – это бюджетная строка, где есть мероприятие, да. Где финансируются мероприятия. Подготовка, участие на 3 баскетбол – это немножко уже другое. Да, там финансируется и Олимпийским кабинетом, комитетом, и Олимпийская Вене, там все поддерживает. Это как бы другой. Подготовка к Олимпийским играм 2020 года – это фактически занимается Латвийско-Олимпийский комитет, да. Вся финансирование идет через Олимпийский комитет, да. Там, конечно, сметы все утверждают и продвигают правительство, министерство, но потом дальше все распределение идет уже через Олимпийский комитет. Но вот, тем не менее, именно образование так свои приоритеты расставило. Ну, будем, примем во внимание, что это, ну, который баскетбол на улице, 3 на 3, это новый Олимпийский вид. Да, в том-то и дело. Да, новый Олимпийский вид, в котором, ну, у нас есть, я не хочу сказать реальный, но очень хорошие шансы, что мы можем побороться. За медали. Ну, будем сначала говорить, попадать на Олимпиаду, да, потом уже медали. И, поскольку, ну, там еще впереди квалификация. Да, в 13 лучших войска, я считаю. Да, и будем надеяться, потому что, ну, у нас очень стабильная команда, она все время в лидерах, и поэтому мы очень надеемся, надеются все, поскольку до Латвии очень важно, чтобы было представлено максимальное количество спортсменов во всех видах спорта на Олимпиаде, в том числе на баскетбол. Поэтому, ну, как бы там приоритет, как подготовиться, я не хотел бы там говорить, что неправильно или правильно, может быть, что и мы как-то не смогли, может, убедить. Но немножко надо брать во внимание, что вот вся эта проблема возникла в тот период, когда одно правительство как бы уже не было, а нового тоже еще не было. Да, поскольку, ну, часть от проблемы я все-таки хотел бы направить на предыдущую администрацию, да, которая в какой-то момент заверила, что проблему решат. В конце концов, это не решилось. Проблема появилась у нового кабинета, у них были, может, свои приоритеты и свои какие-то затруднения финансовые. И поэтому, ну, так все это, как снежный ком покатился и, ну, такое публичное выражение мнений появилось с нашей стороны, со стороны министерства, со стороны подкомиссии по спорту. Ну, это, я думаю, что это такая, ну, каждый раз практически что-то такое происходит, но никогда не бывает так, что все говорят, ну, нет, нам уже больше денег не давайте, мы уже... Ну, у нас вот, когда общаешься и со спортсменами, и со спортивными чиновниками, всегда вот ощущается, что все эти победы, все эти мероприятия проводятся не благодаря, а вопреки, если говорить о правительстве. Вот, как вы видите, у нас действительно вот спорт, он вообще не в приоритете, как будто бы, именно на уровне вот какого-то государственного отношения. Понятно, что есть поддержка болельщиков, есть там, сочувствие, я не знаю, но на государственном уровне почему-то всегда это оказывается где-то вот там, ну, в конце. Ну, он, если говорить о министерстве, которое управляет данной областью, ну, он не будет приоритетом, будем откровенно говорить, да. Потому что у министра вопросы по педагогам, по высшему образованию, по науке, я мог бы назвать еще там, и тогда появляется спорт, да, там еще посредине народный спорт, и спорт инвалидов, и кого там только нет. Так может, надо отдельное министерство все-таки? Ну, такая дискуссия, ну, каждый год мы поднимаем, что может быть какое-то изменение в сфере государственного управления, ну, какое-то, не знаю, бюро или какое-то другое образование, министр, государственный министр этой сферы. Ну, тот именно человек, который занимался только бы конкретно спортивной отраслью, и который имел возможность сидеть в правительстве за столом и иметь свой голос, защищать интересы. Ну, такая модель, вы знаете, когда-то так было, был у нас комитет по спорту, да. Сейчас под комиссия. Ну, под комиссия не решает. Ну, понятно, да. Да, комиссия – это законодатель, который может защитить какие-то интересы, изменения в законодательстве, еще какие-то дела, но есть, которые есть правительственные, да, исполнительные власти, компетенция. Ну, пока очень так сложно, каждый раз это поднимается, спортивная отрасль говорит, что, может быть, надо делать человека, который был бы напрямую подчинен премьер-министру, у него какой-то небольшой штат, который бы занимался этими вопросами. Ну, пока это, я думаю, что политически это очень сложно реализовать, поскольку ни одна политическая сила не скажет, что она не способна управлять отраслью, и это тоже понятно, да. И вот так этот спорт, потому, находится немножко, ну, в таком неуслышанном ситуации. Все происходит, ну, такая, торг я не хотел бы сказать, но договоренности, какие-то личные связи, еще в частном случае. Ну, конечно, когда есть олимпийские медали, чемпионаты и медали Европы, мира, ну, все хотят, конечно, поучаствовать, принять спортсменов, наградить заслуженными премиями. Засветиться. Ну, это каждый, каждый как понимает, но мы видим, что все равно рано или поздно вопрос придется решать, да, может не сейчас, может через какое-то время, но какое-то принять решение о управлении отрасли, которая довольно большая, и задействовано много юношей, да, детей, которые занимаются. Ну, как бы, только в одном баскетболе регистрировано почти 6 тысяч игроков детского возраста, ну, это большое количество, ну, так, их интересы тоже как-то надо учитывать. Ну, вот впереди Евробаскет, сейчас обсуждается состав сборной, и вот была эта история с американкой Шейпэди, которой хотели, как это, присвоить гражданство Латвии за особые заслуги, чтобы она могла выступать за сборную Латвии. Решение было отрицательной комиссией Сейма по гражданству. Как вам кажется, насколько справедливы это решение и вообще эта ситуация? Ну, ситуация, конечно, мы надеялись, что решение будет другое, что действительно за последние годы Шейпэди показала себя, ну, очень качественным игроком, который бы усилил бы игру сборной. Это доказывает и то, что уехав из Латвии, когда, ну, было отрицательное решение, она сразу присоединилась, пригласились в женскую национальную баскетбольную ассоциацию, где она играет за команду Вашингтона. И это, ну, такой, ну, уровень очень высокий. Ну, я думаю, что даже не буду призывать, как примеры страны, где, ну, везде есть легионеры, да, скажем, игроки, да. Да, и, ну, я думаю, что это чисто был политический вопрос, да, какие-то программные установки отдельных политических партий, в связи с чего это не произошло, потому что прецеденты у нас были и в том же у нас баскетболе было, и в футболе, и в пятиборде современном. Да, 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 да. Да, так что это ничего там нового в этом не было, да. Да, установка политическая, по-вашему, в чем заключалась? Ну, что вот мы нет, что у нас женский баскетбол очень хорош, что нам не надо этого всего, хотя мы видим, что из страны, где очень хорош женский баскетбол, очень высок, ну, появляются в сборной эти легионеры, да. Ну, вот смотрите, даже в самой сборной очень критически многие лидеры, причем высказались, и Анната Штейнберга, и уже теперь депутат Рижской думы Якобсен и Жогата, и даже Арманд Краутлендж сказал, что все это не нужно. И кто-то из них, вот я не помню, по-моему, Штейнберг сказал, что это вообще американка, таким образом просто хочет себе европейское гражданство получить и перебраться в какие-то более европейские клубы продвинутые. Американке тоже надо какой-то интерес, чтобы играть, да, потому что, ну, здесь приходится тратить свое время, чтобы, ну, играть за сборную, и мы не платим. Но вы эту позицию не разделяете все-таки? Я позицию эту не разделяю, мы все-таки декларируем, что мы такое открытое европейское общество, да, и идти в ногу с другими, да. Я, ну, никто уже не помнит, что Словения в 2015 году стала чемпионом Европы, да, который ведущий один из игроков был легионер, да, который сразу после чемпионата просто, ну, перестал играть за сборную, там, разные причины, но он есть. Ну, я не призываю ставить на поток, как в некоторых странах эти паспорта даются, довольно, наверное, легкая процедура, и много игроков, но в данный момент вопрос мог бы быть решен положительно, поскольку она проживала уже, ну, играла Золотой уже третий сезон, и все-таки мы ее хорошо знаем, и как человека, ну, которые специалисты или бывшие игроки, лидеры, мы из всех мнения уважаем, прислушиваемся, но как хорошо давать совет или мнение, если нет ответственности за результат, да, и поэтому, ну, что там каждый высказал когда-то, или когда-то что-то было, да, и я понимаю, учитываем все эти мнения, да, и тренера Краунча, который действительно очень заслуженный у нас товарищ, и знающий товарищ, мы с ним общаемся, что если он, ну, говорит, значит, это его такое мнение. Но трудно мне сказать, если бы на данный момент Арман Скраулович был бы тренер сборной Латвии, какое его было бы мнение, да, для подготовки к чем-то. Вы общали, вот обсуждали эту историю с самой Шеей, вот насколько, может быть, она обижена, ну, получается, ее коллеги так выразились и ей отказали, и как это дальше будет теперь происходить, то есть? Ну, вопрос дальше, как будет, это уже вопрос клуба ТТТ и договорных отношений с Шеей, как она будет, или она будет играть здесь, или где-то в другом уже клубе, где, ну, будем говорить, платят больше, да, и уровень выше, мы говорили, она, фактически инициатива была, с ее стороны проявилась, что она бы, ну, бы, ну, не отказалась и могла бы рассмотреть такую хорошую возможность, да, играть за сборную Латвии, поскольку она в ТТТ играла, там, наверное, 6 представительниц со сборной, она с ними играла, и, ну, как бы, команда как живет вместе, и, ну, она бы хорошо бы была. Ну, значит, не сложилось, будем играть своими ресурсами, национальными кадрами, женский баскетбол у нас, можно сказать, один из приоритетов, и он действительно по заслугам стоит очень высоко, хотя, ну, все говорят, мужские, там, наши игроки действительно очень заслужены в МВИ, и все, но женская сборная по баскетболу единственная игровая команда, которая пробилась на Олимпиаду, да, это надо учитывать, и один из наших, так, наша цель, ну, побороться после Европы за шестерку, чтобы получить возможность играть в Олимпиадской квалификации. Мужская сборная, да, вот вы упомянули, она сейчас, как сказать, обезглавлена, можно сказать, нет тренера, и вот идут поиски, и как уже вот новый генеральный менеджер сборной Артур Шталбергс, такая, не знаю, утечка или нет, произошла, что есть уже там какие-то кандидаты, прозвучало имя Роберта Шталмахерса, да, и якобы трое иностранцев еще рассматриваются, вот расскажите, причем Шталберг сказал, что до конца июня хорошо бы найти тренера, уложитесь ли, и что по вот кандидатам? Ну, сборная, ну, нельзя быть обозглавлено, потому что на данный момент сборной нет, ну, да, мы приняли решение, такую должность генерального менеджера сборной, которой раньше не было, раньше был директор, который выполнял, скажем, технические вопросы, билеты, гостиницы, да, ну, теперь у Шталбергса, принимая во внимание его квалификацию и опыт, ну, ему немножко другая функция, и одна из этих – предложить правлению каких-то кандидатов на пост главного тренера. Это очень ответственное решение, это, я думаю, что надо в какой-то мере разговаривать с ведущими игроками, как они, потому что, ну, если игроки не желают каким-то там специалистам играть, это очень трудно преодолеть. Думаю, это, кстати, везде ли так вообще игроков спрашивают? Ну, везде. Ну, это так кажется, да, есть, которые игроки, но он не будет, ну, мы так уже пережили и в женской сборной, да, у нас та самая бывший лидер и звезда Анна Ти Якобсона Жогут, она, наверное, пять лет не играла в сборной Латы. Ну, сейчас с Штейнбергой такие, как слухи ходят, что она ссылается на какие-то другие причины, но говорят, что конфликт тренеров. Ну, личные причины, может быть, что-то, ну, так бывает, и фактически ни один чемпионат не проходит, чтобы, ну, какой-то игрок, и не только у нас. Относительно кандидатур тренеров главной сборной мужской по баскетболу, ну, мы бы хотели, конечно, иметь национального специалиста из Латвии. Мы считаем, что они достаточно подготовлены и успешно работают, да. То есть, Штейнбергс, получается, здесь в приоритете все-таки? Ну, будем сказать так, что мы будем его рассматривать под конкретной точкой зрения, что он местный. Ну, надо смотреть еще, как сложится его карьера клубная, карьера тренера, где он будет тренировать. Поскольку клуб может заключить договор с конкретной оговоркой, что он только с клубом работает и не будет работать в сборной. Да, это одна позиция, и поэтому там может быть... Насчет иностранцев, ну, это, конечно, соответственно, уже надо оценивать финансовые возможности Союза, да, можем ли мы финансировать иностранца достаточно высокого уровня, потому что взять посредственного иностранца, это, ну, не... Не выгодно. Не выгодно. Ну, нету никакого смысла, да, а очень высокого квалификации, ну, он будет, соответственно, стоить. Поскольку у нас все-таки очень много очень хороших и классных игроков, да, ну, соответственно, им нужен специалист, которому бы они, во-первых, верили, да, и который мог бы с ними успешно работать. Ну, вот если говорить о каких-то конфликтных ситуациях, вот, наверное, хочется спросить. Не так давно в этом кресле сидел Каспар Камбелла, он сейчас по боксу больше, но все время всплывает вот эта вот история 2009 года, вот, по-прежнему какая-то обида чувствуется, и он тоже так выразился, если вот его процитировать, он сказал, что меня выставили лохом, он сказал. И Крис Теп, Валтерс тоже периодически что-то такое. Ну, то есть чувствуется, что вот они как будто ждут от Союза каких-то извинений, и вот насколько, как вы эту ситуацию вообще оцениваете? Нет ли такого, что, получается, из этого конфликта теряется вот это поколение выдающихся баскетболистов, которые сейчас тоже могли бы, ну, служить латвийскому баскетболу? Ну, это поколение, наверное, уже заканчивало бы служить по-любому. Нет, я имею в виду не в качестве игроков, а в качестве уже теперь кого-то другого. Ну, насчет обид, я думаю, что насчет Каспара, Камбала, насчет его, я думаю, этот удар его, да, и все. Локтем. Локтем, да, я думаю, что это все было соразмеренно, это все и со стороны Международной Федерации, и нашей. И я не думаю, что мы, ну, и союз в Латвии, я тогда не был, но кого-то выставлял Ахон, да, тем более, что в данный момент мы, ну, в нормальных отношениях, и мы отмечали Каспара в его прощальном игре. Да, с Юрмовой. С Юрмовой, да, там, так что там этот, я не знаю, ну, Кристопс Валтерс, ну, человек, ну, больше событий, которые негативно повлияли на его карьеру, чем позитивно. И там, ну, каждый выбирает свой путь, и не стоит, как бы, обижаться на других, да, никто специально какие-то козни ему не строил, ему было вся, все возможности строить карьеру до звезды, как он сам себя чувствует, и поэтому баскетбольный союз, во всяком случае, мы в какой-то момент действительно обсуждали такой даже вопрос, но мы не чувствуем, что мы должны кого-то там перед кем-то публично извиняться или что-то такое. Последний вопрос. Вот много было разговоров по поводу налоговой реформы прошлого правительства, и вот много критики, в частности, от вашего коллеги Шнепса, генерального секретаря, что вот этот вот источник финансирования как пожертвования, он очень резко упал, и также Шнепс сказал, что из-за этого спорт может вернуться в кризис 2008 года. Ну вот все это, вот как вы это оцениваете? Кроме того, такой интересный момент, что, ну это в публичном пространстве прозвучало, что вы, как выяснилось, среди руководителей правоохранительных учреждений самый большой налогоплательщик, как выяснилось, среди остальных. Вот налоговая реформа вас должна интересовать в первую очередь тоже. Как вы ее оцениваете? И со спорта, и вот со всех точек зрения? Ну что, относительно меня, я, ну как гражданин, я принимаю, ну что мне может не нравиться, что я действительно там считаю, что достаточно большие налоги, но я понимаю эту всю систему, и поскольку мне какие-то несколько источников доходов, в том числе в учебных заведениях, я, ну, плачу налоги, плачу, это то, что мне насчитали, что я остался должен, и... Осадок у вас не остается? Ну нет, мне нету такого желания и портить себе здоровье, но... А по спорту у нас минута просто остается? По спорту очень коротко, я думаю, что очень пострадают именно спортивные клубы, поскольку в Федерации, в том числе Баскетбольный Союз, у нас больше рекламных договоров, что мы что-то продаем, продукт рекламируем, а клубы, именно, я думаю, что не только баскетбольные, по каким-то определениям, 50 до 70 процентов они потеряют пожертвований. Но до 1 июля, я знаю, рабочая группа должна предоставить в правительство, ну, видение государства, но как же все-таки это пожертвование сократилось, это совсем недолго нам ждать. Но, конечно, ну, который, это удар очень сильный по любым клубам всех уровней. Спасибо большое, глава Латвийского Баскетбольного Союза и бывший начальник Госполиции Валдес Войнс был у нас сегодня в гостях. Спасибо вам. Спасибо. И всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»